Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас четверг, 10 октября, и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что вчера в целом на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики ничего существенно на рынке не произошло. Публикация протоколов Федеральной резервной системы с сентябрьского заседания также в целом ситуацию не прояснила. Многие члены ФРС ссылались на замедление мирового экономического роста, на проблемы в промышленном производстве, на снижение потребительских расходов, что негативно влияет на экономику. Однако, никто всерьез не говорил о дальнейшем понижении процентных ставок в октябре и декабре этого года, но такая вероятность не исключается. В целом, ФРС занимает выжидательную позицию по данным, и мы видим, что соответствующая реакция рынка никакая, пока подтверждает эту позицию. На текущий момент евро пока находится выше середины канала 0,975, нижняя граница просматривается в диапазоне 0,943, тогда верхняя просматривается на уровне 10,05. Сегодня выходит у нас ряд важных фундаментальной статистики. Прежде всего, это данные по ВВП Великобритании, сальдо баланса внешней торговли, выступает у нас губернатор Банка Англии, но во второй половине дня у нас внимание приковано будет к индексу потребительских цен и к числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Все это может привести, если инфляция в США вырастет, все это может привести к укреплению американского доллара. Поэтому возврат под уровень 0,975 будет прямым сигналом на открытие коротких позиций с целью обновления 0,943 и теста 0,905, где рекомендую покупать сразу нацкок. Формирование ложного пробоя на 0,105 также сигнал к продажам. Если мы в первой половине дня все же не закрепляемся ниже 0,975, формируем здесь ложный пробой от вплоть до уровня 0,967 в этом диапазоне, то можно посмотреть длинные позиции с небольшими стоприказами ниже с целью выхода выше уровня 0,105 и обновления сопротивления 0,1033, где рекомендую фиксировать прибыль. Что касается британского фунта, то здесь мы также видим вчера на слухах о том, что ЕС может пойти на уступки ради соглашения, фунт попытался вырасти, но все это оказалось не более чем фикцией, что вернуло пару назад боковой канал. Сопротивление просматривается у нас на 0,2241, формирование очередной здесь ложного пробоя, сигнал к продажам, но все будут решать данные по ВВП. Если отчет окажется хуже прогнозов экономистов, а скорее всего будет в Великобритании наблюдаться замедление роста, то формирование ложного пробоя на 0,2241, прямой сигнал к продажам, прорыв нижней границы 0,2197 придет к дальнейшему снижению фунта на 0,2150 и 0,2112. Здесь только длинные позиции сразу на отскок. Если же мы все-таки выбираемся выше 0,2241, то, как и вчера, рекомендую продавать от максимума 0,2284, либо на отскок чуть выше от 0,2331. Всем удачи!